Добрый день, друзья! Сегодня мы общаемся с Майклом Мелеховым. Я предлагаю ему рассказать о себе, и дальше поговорим на некие темы, которые, надеюсь, будут вам полезны. Здравствуйте! Игорь, приветствую, рад приветствовать, дорогие друзья, всех, тех, кто смотрит, будут смотреть. Вообще говоря, у нас программа, как я понимаю, программа перед программой, представление того, чего потом будет в реальном времени с реальными людьми, которые могут в реальном времени задавать вопросы, верно? Да. Да? Окей. Нас тут, кстати, на троих мы это делаем. Вот у меня тут сидит аватар, который, конечно, должен быть впереди на, так сказать... Да, чтобы не задерживать, давайте коротко, да, относительно коротко, я не умею коротко, но тем не менее, буду пытаться. Двадцать лет, сколько, шесть с чем-то лет проживаю в Соединенных Штатах, уехал на развале Советского Союза, когда... Еще красный паспорт, но он уже, так сказать, официально почил в БОЗе, вот, а я вот оказался на этой территории. Ну и выступал, несколько лет выступал я на русскоязычных радио города Чикаго, на разных частотах. Три программы у меня были на трех радио. А потом я понял так, что мне это неинтересно, поскольку нету обратной связи. Я понятия не имею, кто там меня слушает, как они меня слушают, сколько домохозяек меня слушают. Здесь специфика слушания радио, это не то, что там включил, как я помню, в Союзе было этот, как назывался, даже забыл, там, динамик этот. Нет, здесь все слушают в машине, а если кто слушает дома, так это домохозяйки, им делать нефига, они слушают это все. Время только утреннее и вечернее специально подогнанное под таких людей, поскольку утреннее они едут на работу, вечернее они не едут с работы. Они могут вот включить это самое, так называемое, пик тайм, которое люди слушают. Ну и я организовал свое интернет-радио, но прежде я организовал центр под названием Sun Gate, солнечные ворота, ну где-то лет 11-12 назад, с тех пор, как стал ездить в Индию. Вот, и, как говорят, вот, поехал один раз, поехал второй раз и втянулся. Вот, и стало, ну, образование, так сказать, на двух континентах выяснилось мало, а вот там, на Востоке, было нечто такое интересное, что мне дало возможность ответить на многие вопросы, которые я не мог ответить. То есть, даже будущий, скажем, уже, ну, под полувековой стаж работают, ну, не работают, точнее, а будущий психолога. Вот, и мне этот вопрос интересен человек, как он мыслит, как он думает, как он существует, и его эволюционный путь. Вот этой цели посвящен центру Sun Gate, которая является информативным центром на первом этапе. Ну, а потом информация, которая, скажем, принимается, если она не принимается, дальше мы не идем, естественно. Ну, кому-то неинтересно, кому-то непонятно, кому-то форма глаз, ушей и так далее, тоже неприятно, они тогда выключают. И они не являются подписчиками и так далее. А кому да, интересно, ну, тогда мы переходим в процесс познания. Вот, ну, и сейчас уже идея воплощается, уже идут курсы, скажем, школа познания, вот она функционирует, четыре курса уже сейчас есть. То есть, это обучение или образование именно человека, как триединой сущности. Вот, то есть, мы – это тело, дух, душа, тело, ум, душа, body, mind, spirit по-английски, вот мы такие. Ну, и мне интересно, как раз-таки, не вот эта субстанция, она рано или поздно разрушится, это понятно. А интересно мне даже не та субстанция, которая тут находится, а вот мне интересна субстанция душа, или дух, неважно. Вот, а как человек себя функционирует. Поэтому, вот, общаясь с Игорем Ткаченко, мне это показалось интересно, потому что поначалу вопросы были какие-то, вот, которые там в чате в моих программах, они были, как-то мне было вообще, как-то очень резко, что для меня это прозвучало. Ну, я всегда пытаюсь до истины, мы все пытаемся до самой сути, да, вот, и я попытался этот вопрос прояснить в личном общении. Ну, и вот сегодня мы общаемся, вот примерно так. Да, моя манера письменного общения немного рисковата, но на самом деле я добрый мягкий человек. Это я заметил, да, кстати. Значит, что мы хотели обсудить? Ну, во-первых, сейчас анонсируем прямой эфир с участием, как минимум, вот, подписчиков или самого Майкла Мелихова и моих. И я попытаюсь еще пригласить других лидеров интернета. Ну, если появится, то хорошо. И одна из главных тем, какую я планировал, это то видео, которое я сегодня вечером уже загружу, я его записал о правителе Земли. Вот, предлагаю ознакомиться перед эфиром и в эфире уже обсуждать эту тему. Ну, и мы планировали тему подсознания. Сознание – это уже большая епархия Майкла. Вот, если возможно, расскажи сейчас вот про то, что… Про подсознание. Я в этом не специалист. Ну, у нас объявлено, вот, внизу я сам читаю, прогнозы и пророчества. Тут даже дело не в том, кто человек делает, тот человек, который делает прогнозы, и тот человек, который делает пророчества. Здесь вся информация – очень интересная вещь. То есть, сегодня все мы анализируем что-то. То есть, мы всю информацию расщепляем на какие-то моменты, на какие-то секции, на какие-то нити. А ведь когда-то она была цельной. И вот, если я задаю вопрос, а что является антонимом слова «анализ», ну, очень и очень немногие люди дают правильный ответ. То есть, забыто то, с чего все начиналось. Что интересно. Вот. Я даже не буду спрашивать у тебя. Вот. И у наших там, допустим, зрителей, которые будут. Я сразу скажу, чтобы они знали. У нас же это анонс. Оказывается, слово «антонимом», кто знает – молодцы. Поздравляю. Это является словом «синтез». Так? Вот. То есть, всегда была целостность. И вот целостность изложения и целостность восприятия. То есть, человек говорит, а тот его понимает на 100%. Сегодня моя твоя не понимает. То есть, где-то говорят об одном, где-то говорят о другом. Миллион информации, миллион трактовок и так далее, и так далее. Вот был у нас такой человек, раз речь идет, скажем, последняя. Ну, не прогноз. Есть пророчество. Есть, понимаете, есть пророчество, есть предсказания, а есть прогнозы. Вот. Мне нравится слово «прогноз». Почему, вот, проживая здесь 26 с чем-то лет, есть доктора, которых называют MD, medical doctor. Вот они, у них есть лайсенс, лицензия. Вот шаг право, шаг влево – практически расстрел. То есть, человек может потерять лайсенс, потерять средства к существованию, а это очень и очень серьезно. То есть, он не имеет права двигаться так, как ему предписано. То есть, инструкция. Вот я против инструкции. Я лично против. То есть, почему у нас должна существовать инструкция, почему нет свободы воли, свобода изъявления. Конечно, все должно быть в рамках, скажем, этики, будем так мягко говорить. Поэтому слово «пророчество» мне лично не нравится. Но были в нашем мире, и самый яркий представитель пророка – это был Нострадамус. Дело в том, что был такой… Нострадамус обладал степенью, вот мы сейчас говорим про сознание, это называется на английском языке «level of consciousness». «Level of consciousness». Уровень сознания. Доктор Дэвид Хоупкинс, он вот внес в наш мир систему измерения уровня сознания. Я сейчас поясню вообще, что это, но скажем так, мы не будем говорить о прорицателях пока, мы будем говорить про экстрасенсов. То есть уровень сознания по шкале вот этого Хоупкинса составляет 500. 500. Максимум? 500 единиц. Это максимальное количество? Нет, это не максимальное количество. Я сейчас скажу, какое максимальное количество. Ну, нет максимального. Вообще шкала идет от нуля до тысячи. Вот ты, я знаю, чем ты занимаешься, я знаю, кем ты являешься, ну, или предполагаешь, кем ты являешься. Тут же разные люди сейчас будут слушать нас, да? Да, да, да. Те, которые тебя еще и не знают, поэтому они же могут по-разному воспринимать то, о чем ты говоришь. Капиш. Так, вот к примеру, да, скажем, низкие вибрации, которые мы все знаем, это гнев, это ярость, это ревность, это ненависть, это жадность. Ну, много можно перечислять. Они имеют градацию, и это измеряется очень легко. Причем человек может думать все, что он угодно. Он может считать себя таким светлым, таким пушистым, таким замечательным, а его берут, ставят, к примеру, перед аппаратом, наводят на него какой-то луч и говорят, дорогой мой, да у тебя уровень сознания такой-то, сколько бы он ни спорил, это не имеет никакого значения. Его представление о себе самом, любимом или любимой, это субъективное восприятие. А там, вот там, с той стороны, объективное. Короче говоря, гадалки всякие, экстрасенсы, у них уровень сознания, значит, с 500. Ну, к примеру, чтобы было понятно, о чем идет речь, ну, мы знаем примеру еще раз, очень условно. Кто там у нас был? Кашпировский, да? Там, Чумак, да? Ну, было много. Вот у них уровень, левел, если считать, что это действительно так, должен быть от 500. Ванга, Баба Ванга, да? Но это уровень уже выше, чем 550. То есть их предельная граница до 550. С 500 до 550. Еще раз повторюсь, любовь, творчество, сострадание, милосердие, это уровень всего лишь 200. То есть большинство населения Земли, по официальной статистике, ну, сейчас не будем говорить, кто ее придумал, есть информация, как она будет воспринята, я не могу регулировать, она есть такая, кто хочет, разберется. Вот, 200, да? Проживает, ну, порядка, наверное, 85% такого населения. То есть подавляющее большинство, верно? Которое находится не выше, чем 200. Дай Бог, чтобы это было 200, потому что если это 70-50, ну, тогда это совсем хреновенько для этих ребят, которые на этих вибрациях функционируют. Дело в том, что мы сейчас, это сейчас уже относится к предсказаниям или прогнозам, мы сейчас находимся в очень интересную эпоху. Я, вообще-то говоря, люблю ведическую концепцию, веды от слова знания, именно чистые концепции. А кто там Бог, кто там руководитель, все это, Вишну, Кришна, Шива, там, я могу назвать их всех для единого, это не имеет пока никакого значения. Кому надо, кому интересно, то будем дальше двигаться. Опять же, на первом этапе это всего лишь информация. Так вот, мне близка, допустим, эта концепция, поэтому я с этой точки зрения могу считать. Вот, а эпоха наша совершенно замечательная. Несмотря на то, что мы живем в Кали-Югу, эпоха 432 тысячи лет, вот теперь посмотри, как это коррелирует с твоими концепциями. И мы 5 тысяч лет с чем-то прожили в этой эпохе. 3102 год до нашей эры примерно это началось, эпоха Кали-Юга. Ну, наверное, тут знаком с этой концепцией. В центре Сан-Гейс, многие это знают, я это неоднократно рассказывал, как это все происходит, совершенно непредвзято. Без религиозного аспекта, абсолютно без территориальной принадлежности, скажем, где эти веды находятся, они нигде, они просто, ну, они не могут где-то находиться, это знания. Вот, в космосе, будем говорить, находятся. Короче говоря, Кали-Юга, в котором мы находимся, это люди, которые проявляют свои самые, что ни на есть, лучшие качества. Поэтому появляются люди, проводники энергии, проявляются люди, учителя, проявляются люди, которые берут с высших сфер знания. Мы будем говорить, конечно, в общей нашей программе, мы будем когда? В субботу мы будем говорить, правильно? В твоей программе, Игорь, да, регулярной? Когда? В 7 часов вечера. Там будет больше времени, сейчас это типа анонс. Короче говоря, сейчас замечательно, она называется мини-сатья-юга. Самый золотой век, да, по-другому ее называют. Короче говоря, тем не менее, Нострадамус обладал, и Эдгар Кейси, кстати, заметьте, Эдгар Кейси жил, в общем-то, в 20 веке, 1920 какой-то век, в 45-м году он умер, но он предсказал, кстати, свою смерть. И он предсказал очень многих вещей. Акаши, это все знают, это слой информационный, самый тонкий элемент из пяти элементов. Мы же знаем, да, земля, вода, огонь, воздух и пространство, или эфир. Вот Акаши на санскрите, это и есть эфир. Там, где хранится информация обо всех нас, назад и вперед. Потому что будущее, настоящее, это все равно одно и то же, по сути. Короче говоря, вот он таки, да, предсказал. И время наше, очень серьезное время, потому что из своих всех хатренов, которые он зашифровал своему сыну, будут расшифрованы все. И там речь идет на много тысяч лет вперед. Так вот, два из них попадают на этот век. И это примерно 2150-й. И считается, опять же, что он очень многие вещи предсказал. И начало, допустим, условное, будем говорить, начало даже Третьей мировой войны, которая началась 11 сентября 2001 года у нас в Соединенных Штатах. Ну, знаете, да, о чем идет речь? Септембр Левон, это называется. Это, так сказать, первая ласточка. Вот. А далее будет, далее будет. Ну вот, это то, что относится к пророчествам. Баба Ванга, она приближалась к этому уровню, но она по статистике, по этой самой, как бы все-таки, у нее другая специфика была. у Настрадамуса уровень был 700. Уровень сознания был 700. Вот. А уровень, скажем, Иисуса Христа 900. С чем-то. То есть, все равно еще даже может быть, ну, опять же, шкала условная, кто это знает, да, мы будем так говорить, но тем не менее, просто уровень. А кто оценивает 900, 700? Кто оценивает? Кто оценивает? Кто оценивает? Я, мне трудно сказать, много параметров, по которым можно измерить эти все вещи. Один из таких специалистов есть даже у меня, ну, я имею в виду, не у меня, а он в центре находится, мы беседуем. Там есть специфическая программа, запатентованная, как можно оценить человека, исходя из его ауры, но аура по-другому, она может снизу идти, скажем так, а может идти сверху. Мы как раз перед этим беседовали с этим человеком, который сейчас руководитель одного из курсов, ну, вот она оценивает, и там можно определить, действительно, можно определить, может быть, не конкретную вот эту вот цифру, но примерно она соответствует, мы сейчас не конкретно 750, 382, это не... Замеры вот в твоем центре, да? Это не какая-то... Внешний источник, это внутренний вот... Нет, 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 это внешний источник, это не я, я не замеряю, я знаю свою личную, я знаю, для чего я предназначен, наверное, это тоже полезно знать, можно, конечно, сомневаться, можно не соглашаться, но для меня эта информация достаточно объективная, поскольку я хорошо, ну, я лично, я хорошо умею анализировать, все-таки имею образование уже на трех континентах, являясь астрономерологом, поэтому, скажем, по дате рождения я могу очень многие вещи сказать, ну, я думаю, что появятся люди, которые захотят, они всегда есть, причем у меня это занимает до хоть пять часов, там всегда будут люди, которым это будет интересно, и которые захотят узнать, но это уже не относится, правда, к предсказаниям, тем более к пророчествам, я не отношусь к этим людям, и, собственно, у меня нет такого намерения, мое дело переносить информацию, а дело уже людей воспринимать информацию, ну, вот, примерно так, то, что касательно прогнозов, очень коротко, прогнозы, можно сказать так, вот, до конца лета, дело в том, что мы вступаем в очень серьезную пору, скажем так, затмений, ну, во-первых, и не только затмений, у нас будет, это связано, затмения связаны всегда с северным и южным узлом Луны, а Луна играет очень важную роль у нас, потому что это, вот, скажем так, честь, ум и совесть нашей эпохи, можно сказать, то есть, это человек, его разумность, вот, можно так сказать, intelligence, на английском языке это называется, его эмоции, как он реагирует на обстоятельства, обстоятельства, вот, если сейчас мы с тобой будем реагировать, скажем, более-менее адекватно, то, к примеру, 27, ну, в районе, еще раз, нельзя сказать, что конкретно в этот день, но мы приближаемся к этому дню, а именно у нас будет 11, скажем, июля, там, 13 августа, по-моему, будут частичные солнечные затмения, но вот самое главное, два события, это у нас 27 июля, это лунное затмение, полное лунное затмение, это бывает достаточно редко, учитывая тот факт, что планета Марс, серьезная планета, которая руководит, ну, это война, на самом деле, Марс, бог войны, верно? То есть, все мы хотим, как бы, мира, да, с другой стороны, если возникнут какие-то настроения, какие-то ситуации, а там вот сверху, как бы, это все логично и все запрограммировано, будем так говорить, то во многом запрограммировано, то тогда могут создаться ситуации, и они будут, скорее всего, создаваться, когда будет очень и очень напряженное отношение между людьми, когда будут несогласия, которые будут выражаться в конфликтах, в стычках, возможно, каких-то, ну, глобального не будет, я верю, катаклизмов каких-то, но будут, природа ведь тоже же отвечает, это же не просто там, Марс там что-то захотел, или человек там что-то захотел, это все связано, и вот, природа нам будет давать серьезные испытания, это будут вулканы, это будут землетрясения, тут момент какой, что Марс, тот самый Марс, 27 июня, 26 июня, то есть буквально когда, два дня назад, он пошел в ретрограммное положение, что это означает, вот если тут как-то человек целеустремленный, к примеру, то он может, а как можно добиться цели, можно добиться, все средства хороши, верно, как Александр, the greatest, к примеру, да, Александр Македонский, да, ему надо было всех побеждать, ему надо было всех завоевывать, это была его цель, но ведь можно завоевать мирным путем, можно словом, как бы, да, как бы завоевать, доверие, к примеру, вот как ты завоевал доверие твоих слушателей, у тебя, да, почти 10 тысяч поклонников, вот, я, допустим, у меня нет намерения завоевывать, никого, никого, я просто по природе своей другой, вот, я, так сказать, образователь, обучатель, или переносчик, еще лучше, еще более корректнее, переносчик информации с одного места на другое место, то есть, где-то она есть, а кто-то хочет ее получить, в принципе, ты делаешь то же самое, вот, но функция, опять же, несколько разная, так вот, если, возвращаясь к тому, чего нам, ну, якобы грозит, то, Марс не просто идет ретроградными, качество, они, уже тогда цель, добиваться любыми путями, вот, пробить, всех разбить, всех, так сказать, покорить, вот, головой стену пробить, рядом дверь, но все равно пробить надо, так короче, короче, вот, путь, короче, ну, а то, что там кто-то пострадал, и мы вместе с ними, это уже потом выяснится, так вот, будут, что еще происходить, какие вещи, дело в том, что тут еще и планеты, я не хочу сдаваться в астрологические аспекты, ну, короче, ситуация такая, что будут уходить люди, то есть уходить, из мира живых, они будут уходить, в основном, это будут люди пожилые, это будут уходить, такие, я их называю, иконы, скажем, известные люди, в мире музыки, в мире поэзии, вот, недавно, я прочитал, умер, совсем недавно, умер Андрей Дементьев, совершенно потрясающий, замечательный поэт, наш русский, вот, и таких людей будет немало, рок, какие-то музыканты будут, они будут уходить, и это будет именно в это время, но тут еще какой момент, что вот, последний раз такая, Марс, еще раз, он бывает ретроградным, идет каждые два года, но дело в том, что он будет ретроградным, в знаке, который называется, козерог, вот, тут это все будет усугубляться, очень серьезно, плюс еще такая планета, а ведь дело в том, что затмение, это северный и узел Луны, и вот южный узел Луны, эту планету называют Кету, вот, ну, кто-то знает, наверное, то есть, люди, которые родились 7, 16, 25 числа, они в большей степени, могут быть подвержены, вот этим изменениям, поскольку это, как раз таки люди, которых, ну, называют Кетанутые, вот, у них, на них влияет вот эта вот планета, вот, а вторая, которая северный узел Луны, это те люди, которые родились 4, 13, 22 и 31 числа, они их называют Раханутые, вот, по имени планеты Рахут, вот, ну, мы не говорим, что это плохо, а мы говорим, что вот определенным образом это влияет, да, я прошу прощения, долго, да, я же говорил, я могу долго. Вопрос. Да. Ну, правда, мы об этом уже говорили, но, может быть, сейчас как-то найдется ответ. Посмотри, я, допустим, родился 13-го, а другой, похожий на меня, Игорь, родился 14-го, и мы вот в разных, как сказать, ну, группах, да, и как, почему Марс, или там какая-то планета, меня будет оказывать одно действие, а на него, родившись на следующий день, или через пару дней, будет оказывать другое воздействие. Есть ответ? Ну, такой, чтобы люди поняли. Во-первых, самый, самый классный пример, который знают все женщины, это планета Луна. То есть, на всех, все планеты Солнечной системы на нас оказывают влияние. Какие-то больше, какие-то меньше. Но я не буду вдаваться еще раз в подробное объяснение. Для меня, как для, скажем, большей части нумеролога, это просто числа, когда человек родился. Вот если ты говоришь, про число 13, ты родился 13-го, ты как раз находишься под влиянием планеты в какой-то степени, не в какой-то, а в прямой степени, планеты Раху. Ну, еще раз, очень упрощенно, без деталей. Там присутствуют еще две цифры, единица и тройка. То есть, смотри, ты организатор, во вторую очередь, в третью очередь ты, или во вторую очередь тоже, ты еще и обучатель. Потому что единица Солнца, тройка – это Юпитер, Юпитер – это Гуру. Вот. В сумме дает эту цифру, и ты можешь идти в разнос. То есть, у тебя может быть в разнос в каком плане? Ты человек, не ты. Я никогда не беру персональный аспект. Если я анализирую, я беру просто дату, я имею матрицу, психологией занимаюсь, я уже говорил, очень много лет, плюс астрономерология, плюс еще веды, которые позволяют, ну, мои какие-то качества, которые позволяют мне, ну, просто видеть эти вещи. А как, почему, объяснить мне сложно. Я просто знаю все, к примеру. Со мной можно не согласиться, без сомнения, да? Но... Да, о чем согласиться? Нет, 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 нету мнений. Просто, что это работает. Как телефон работает, и все же. Не важно, как именно он работает. С моим мнением можно не согласиться. Но, как оно работает? Вот смотри. Организатор, ты организатор. Учитель, ты учитель. Ты же рассказываешь людям, обучаешь их, верно? Каким-то образом. Они за тобой идут. Это связь цифры и меня. Я бы говорил про планеты. Планеты, как влияют. цифры меня это да наверное есть ну как цифры они сами по себе отдельно от планетные существуют если я говорю цифра и один то это солнце значит солнце на тебя влияет ты мне сейчас говоришь про цифру эти говорю как раз таки про планету человек родился вот марс это люди которые родились 9 18 и 27 числа у них есть марсианские наклонности у них есть четкая направленность побеждать и добиваться своей цели но марс может быть у них плохом положении тогда они будут головой пробивать стену а если в нормальном положении тогда они возьмут советчика у любого скажем марсианина или предводителя ну скажем в системе будем называть индийской да или ведической вообще-то говоря их называли кшатрии кшатрии это воины полководцы так вот воины полководцы это люди которые должны побеждать но куда побеждать и когда побеждать вот скажем гитлер да у него был свой гуру у него был ведический астролог ведический заметьте и он ошибся на один день перед тем сейчас можно вызвать закон на себя потом все будет миллион всяких мнений речь уже о вене вот иначе можно было он мог бы взять москву он был буквально там в нескольких минутах от этого но он расстрелял своего рахануты был гитлер да вот у меня кстати выложено на моем сайте про него но очень коротко чтобы там не вдаваться в детали про гитлера про кстати про ленина вот то есть он ошибся в расчетах на один день понимаете это очень и очень важный момент планеты влияет на нас все очень важно если если есть истина получается что если она один день этот советник не ошибся то все на все наши напряги вся наша борьба была коту под хвост мы проиграли не совсем так он должен был ошибиться он обязан был ошибиться потому что демонические наклонности не никогда бы не победили бы не время не время то есть там сверху было это предусмотрено все потому что война и любая война и в частности вот вторая мировая война и он сам личность его она для чего-то была нужна чтобы нам осознать нашу позицию как мы должны себя вести как надо вести себя чтобы этого не допустить расскажи мне если мы говорим об этом было огромное количество попыток его уничтожить мы же это знаем да в одной из попыток когда бомба разорвалась шансов его остаться в живых было один на несколько миллионов как это мог бы быть такое значит его до какого-то момента защищали а то что он то есть срок должен был быть срок действия какого-то вот этого намерения вот это и скажем войны и вот нами словами бог сверху и высшие силы они все-таки регулируют эти процессы поэтому астрология да что-то говорит но в нужный момент это все корректируется сверху кто-то не прислушается к прогнозу или прогноз будет не совсем точный но над астрологией есть еще бог и сам небеса мы можем его по-разному обозначать по-разному его трактовать называть можно по-разному но в общем то есть вопрос заключается в том чтобы нам надо принимать чистую энергию и как мы будем реагировать и нет никакого значения не имеет никакого значения как его называем потому что я знаю чем ты говоришь значит об этом даже рассказывал задорнов михаил задорнов он же говорил рада 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 это слово радость вообще-то говоря это сурья до физической мифологии а бог рада бог солнца на самом деле солнце это единица единица это люди которые должны организовывать которые должны обогревать которые должны вот так влияет солнце на нас то есть если человек находится под влиянием скажем он родился 1 10 19 28 на него солнце влиять в первую очередь во вторую очередь это единицы да во вторую очередь десятки в третью очередь девятнадцать потом двадцать восемь да а потому что тут сочетание двух цифр уже есть поэтому несколько размывается скажем чистота может быть и поэтому есть нюансы так вот если этот человек родился первого десятого ему нельзя работать под кем-то не нельзя слова как нельзя не рекомендуется работать потому что он сам руководитель по природе своей значит он идет против природы понимаешь поэтому если мы уже говорим про сознание подсознание то что ты самого начала сказал но есть еще другая вещь которую сегодня почему-то не говорят это называется сверхсознание а сверхсознание это контакт тогда с богом или с высшими существами чтобы брать эту энергию она выше намного подсознание это мы это наша материальная сущность это мы люди понимаешь они мы она тоже связано с высшими но не настолько понимаешь она закрыта это называется на заре аханкара то есть ложное эго у нас у всех она есть есть понятие ложное это еще еще более три тонких элементов вот уже пять элементов материальной природы а есть еще ум разум и ложное это вот эта концепция вот это все вещи которые западному человеку непонятный не ну понятно же учились всегда одному а вот на востоке учиться другому есть очень интересная вещь я думаю мы оставим это уже когда будет программа иначе мы сейчас тобой вот все тут проговорим проговорим и программа еще не останется ну да поэтому наверное это будет предмет не то углубляться в этом можно до бесконечности оставить стороны будут какие-то эксперты приглашены чтобы может было у них что-то спросить что-то может расскажет о себе ну так ну так и если но если меня одного мало я могу два часа расскажу всю твою передачу то нет я сам не люблю сам кстати тихо сам собой как говорится да я люблю все-таки приглашать почему потому что ну так сказать я все равно в теме да но мне интересна беседа мне интересно человек как трактует мне интересно быть с разных сторон экрана я вызываю часто огонь на себя люблю это делать почему потому что из пламя то есть из искры возгорится пламя да то есть это она освещает тогда это все но конечно без всяких таких резких и вот этого я не приемлю антагонизма понимаешь когда нет только так а по-другому нельзя вот только этот бог а другой нет я в матрице это вижу очень здорово и замечательно и чтобы никто не говорил она вот как есть так она есть но человек может просто по другому думать и себя каким-то образом защищать кому хочется быть дурным глупым и так далее плохим всем я хотела у нас быть личности что так она есть так вот мне такая просьба я еще не выложу сейчас видео просьба ознакомиться потому что там будет что пообсуждать там и луна есть и всякие такие темы которые будут интересны для обсуждения твоей аудитории моей или если кто-то еще подойдет вот просьба просьба будет после этого видео там ссылка и давайте тогда субботу какое число это будет 30 июня 7 часов по москве встреча встреча в эфире с майклом милика со мной и кто будет быть я я поспрашиваю у нас 9 часов утра будет и к этому времени я уже две передачи проведу две программы так что я так скажем нет это будет 11 утра по чикагскому времени да 11 8 часов да ну я успею провести еще две программы вот я попробую поговорить с одним из моих экспертов ну согласятся желательно если чтобы они поняли о чем это видео что я считаю это некое достаточно важное событие или как информация если они проникнутся но может они будете просить их подключить и чтобы они высказались на эту тему если они узнают вот кстати было ты мне как раз порекомендовал была замечательная передача на ютюбе интервью миронова да зовут я просто друзья простите я не знаю всех я все-таки живу на другой территории но мне очень понравилось она очень здравомыслящие человек без сомнения очень знающие очень эрудированы и что самое интересное совпадает с очень многими вещами которые мы тут тоже проводим то есть у нас есть преподаватели очень серьезная которая в этом же направлении функционирует более того практически все это применяется и имеется результаты очень интересно так что игорь я благодарен тебе о том что во первых мы сейчас общаемся и дорогие друзья обращаясь ко всем поскольку я тоже буду естественно выкладывать это выложила вот этот вот нашу запись на моем канале и мы попытаемся сделать я просто технически еще не очень знаю на два канала да ты мне потом мы дать про экспериментируем чтобы видели сангейтс наши пользователи ну и твой канал тоже все тогда до новых встреч благодарю спасибо спасибо до свидания